Таня Жеребчикова интересуется. Марта, расскажи, пожалуйста, про своего продюсера. Таня Жеребчикова, это как тезка моей сестры, Танюша. Рассказываю, это замечательный человек. Я уже не называю его продюсером давно, потому что это огромнейший друг мой, моей семьи. Это человек, который всегда рядом. Человек, который поднесет сумку, если надо, а если надо, меня поднесет куда-нибудь там к сцене. И он очень талантливый. Мы с ним партнеры. И, к сожалению или к счастью, мы не скандалим на наших отношениях. Мы могли говорить о том, что мы расстались, а потом опять сошлись, а потом опять поскандалили, а потом я ему вцепилась в бороду и оторвала ее, а он там, не знаю, проткнул силиконовое вроде. То есть мы не можем этим заниматься. Это противоестественно для нас таким образом скандалить. Мы оба творческие люди, мы находим общий язык на тему творчества. И нам нравится заниматься музыкой уже много лет. И он хороший человек. Как его зовут? Классный. Его зовут Олег. Олег Варабаш. Не так, Олег Валентинович. Есть там в украинском шоу продюсер Валентинов. У меня продюсер Валентинович. Тоже такой. Не дает петь под фонограмму. Блин. Следующий вопрос. Все знают, что чаще всего голосуют молоденькие девушки за парней. Чем будете покорять зрителя? Надо как-то поклонниц Матиаса переманить на свою сторону. Я думаю, что не только молоденькие девушки голосуют, но они, конечно же, самые активные. Это правда. Но я знаю, что есть девчонки, которые подражают мне. Знаете, вот как они лорок родинки рисуют, а мои стригутся и красятся под меня. В черный цвет мои поклонницы. Я думаю, что те, кому действительно не безразлично, то не просто за мальчика будут голосовать, а будут голосовать за песню. То есть, если кому-то она близка окажется по настроению, по состоянию, то они проголосуют за меня. Если кому-то более близка окажется песня Гайтан или Матиаса, они будут голосовать за своих артистов. Когда пройдет голосование? 18 числа во сколько? Ох, вот этого я не знаю. То есть, я еще не знаю, когда будет сам концерт. По-моему, 18 февраля. 18 февраля, но в котором часу, я не знаю. Соответственно, голосование будет проходить во время концерта. Но в котором часу концерта, у нас еще нет информации. Я не знаю, есть ли она уже на первом национальном, но у нас нет артистов. Далее. Конкурс Евровидения уже перестал быть песенным конкурсом. Скорее всего, это конкурс стран. Сейчас в Европе отношения к Украине несколько насторожены, о чем Вы только что говорили. Да. Как считаете, будут ли голосовать за нашу страну? Я считаю, что если будет хороший артист, хороший номер, хорошее выступление, то можно изменить отношения к нашей стране. Ну, хотя бы так по кроху, знаете. Вчера я разговаривала с директором одного из детских домов. И вот мы говорили о наших там всяческих проблемах нашей страны, детей, ну вот сирот. И она правильно сказала, нас мало, но мы в тельняшках. То есть, и вот когда у человека горят глаза, так блестят, ты ему веришь, ты хочешь присоединиться к этим людям, которые делают что-то хорошее. И в данном случае, мне кажется, что если у нашего представителя будут гореть глаза, если он будет очень хотеть и все делать для того, чтобы был как можно выше результат у нашей страны и лучше, то я думаю, что так тому и будет. что зрители, ну не настолько, мне кажется, в Европе политизированы, как у нас. И они будут отдавать голоса за то, что им симпатично, и то, что им нравится. Только что сказали о директоре детского дома, чуть выше, о благотворительности. Вы участвовали в благотворительных акциях каких-то? Да, да, конечно. А в каких можно рассказать? Раньше это были в основном концерты, которые организовывают другие организаторы, скажем, не я. И я просто приходила, пела, если надо было, участвовала в аукционах и так далее. А сейчас это уже непосредственно ближе к делу. Надо привезти пару килограмм яблок, я привожу в детский дом пару килограмм яблок. Надо привезти какую-то одежду, если у меня есть возможность привезти эту одежду, я ее привожу. Сейчас мы хотим компьютер подарить одному из детских домов. Будем выступать на дни рождения, для того, чтобы привлечь внимание послов всевозможных наших депутатов, наших чиновников проблемам. Потому что они существуют. Я бы хотела, чтобы наша страна улучшилась, стала лучше, и чтобы я не боялась родить ребенка здесь. Пока что у меня еще присутствует небольшой страх и большое желание иметь это. Поэтому я стараюсь по капельке где-то участвовать. в том, чтобы было. Очень здорово. Да. И призываю люди, которые сейчас слушают, не так сложно сделать. То, что может. Хорошее что-то сделать. А Вова спрашивает, веришь ли ты в честный сбор у нас в финале в нашей стране? Почему вообще каждый год такие скандалы? Честно. Честно, на сегодняшний день у меня ничего не решено и не договорено ни с кем. И для меня это будет большое-большое чудо, если там состав жюри, если там будут голосовать люди смс-ками, я верю, а вот если еще и жюри за меня стеной станет, то я буду просто мега удивлена такому проскладывающе. Я не очень верю в то, что честно это происходит. Вот. Но для этого я, собственно, иду и пробую. Знаете, как не закину удочку, я не буду знать, есть там рыба или ее нет. Вот я и забрасываю удочку. После восемнадцатого числа я буду знать, что к чему. Есть у меня уже какие-то маячки, которые я сейчас не хочу озвучивать, да, что меня это настораживает по поводу моих конкурентов. Мне это не нравится, да, такие расклады. Но смотрим, правда это или нет, уже восемнадцатого числа. У нас вот на днях был Тимур Мирошеченко, ведущий конкурса. Он говорил, что хотят сделать максимально открытое голосование. Даже судьи, возможно, будут голосовать открыто. То есть не так записывать, а сразу после выступления артиста, за, против, понравилось, не понравилось. Я думаю, что это не играет. Не играет рубль, да? Да, да. Я думаю, что и максимально открытое все. Ну, я надеюсь, что после этого всего я не буду сочувствовать идиоткой. Потому что, наверное, думаю, что вы понимаете, какое количество грязи я сейчас смахиваю со своей головы с себя. Вот. Скажешь, чтобы я от этого кайфовала? Нет, конечно же. Но я вижу, что эта грязь льется и на других людей, которые там, как по мне, тоже ни в чем не виноваты, просто поют песни и ищут своего слушателя. Но много неприятного в этом тоже есть. Светлана задает вопрос. Привет, Марта! Очень жду твой новый альбом, но, наверное, пожелание тебе о новом альбоме. А вопрос заключается в следующем. Сейчас на нашем телевидении большое количество разных талант-шоу, не слишком хорошего качества. Почему-то телепродюсеры предпочитают штамповать новых звезд вместо того, чтобы поддерживать хороших артистов. Что ты думаешь об этом? Ну, я думаю, что ключевое слово – штамповать в вашем послании. И я думаю, что это плохо. Мне кажется, ну, меня так всегда учили, что ты должен быть самодостаточным, ты должен генерировать свои собственные идеи, ты должен уметь сам делать очень многое, да, или сама. А в таких вот телепроектах, ну, это такие машинки, такие куколки, которыми управляют, да, которым говорят, как одеваться, что петь, как петь, как выглядеть, что говорить. Я бы не смогла быть в таких условиях, меня бы это очень угнетало. было. Но не все такие свободолюбивые, наверное, и кому-то слава дороже свободы. И, возможно, для кого-то это хороший шанс и хорошая возможность показаться. на самом деле, дальше они вступают в ту же игру, что и любые артисты, которые не участвовали в таких талант-шоу. Дальше все то же самое. То есть, о них говорят два месяца после того, как они победили даже в шоу, да, после двух месяцев, о них забывают. И если они не самодостаточные единицы творческие, у них нет никаких шансов. То есть, если бы в свое время появилось какое-то талант-шоу, вы бы не принимали участие? Я думаю, что в свое время я принимала участие в разнообразных конкурсах вокальных, да. И могу сказать, что это все было точно так же. То есть, ты задаешь вопрос, а почему? Как бы люди аплодировали мне стоя в зале и плакали, когда я там пела, а мне говорят, ну так звезды сложились, да. Ну, как бы, ну вот на такой ответ уже у меня там вариантов не было задавать какие-то вопросы, потому что так звезды складываются. Вот. Но я думаю, что если бы мне было лет 15 сейчас и проводился набор на фабрику, конечно же, я поперлась бы и там с широко раскрытыми глазами блестящими думала бы, что вау, это же реальный шанс для меня там стать звездой. Я бы пошла, конечно. Ну, наверное, быстро разочаровалась бы. Ну, да. С другой стороны, все-таки многие те же фабриканты достаточно известны уже. Тут же Макс Барских, да, фабрикант. Ну, Макс Барских фабрика на постуку-поскоку. Постуку-поскоку. Это мое отношение, потому что у Макса Барских есть своя поддержка и он, я думаю, что раскрылся и появился не на фабрике. Более того, Даша Астафьева пошла на фабрику к Юрию Никитину уже заранее, как бы, познакомившись, да, там, и зная этого человека. Дарвин хороший парень такой, да, он пошел тоже уже знаючи заранее Наталью Могилевскую. Не за победы на фабрику, просто, как бы, какие-то там свои такие вот расклады, да. Вот. Больше засветить. Да, да, да. Ну, это телеэфир, это прайм-тайм, это телевизионное время. Давайте, давайте говорить так. Ну, я думаю, что у нас и в журналистике, я практически уверена, что те же проблемы. То есть, если вы пишете там о музыке, да, и обслушались из там всевозможных групп, да, то есть, вы останетесь непонятыми, потому что вам скажут, ну, редактора, там, что наши читатели читают про измены мужей, наши читатели читают, там, про то, в чем была одета и где что вывалилось из платья, там, и так далее, а кто неправильной там ориентации, да, или еще что-то. Поэтому, я думаю, что мы все с этим сталкиваемся, каждый в своей области деятельности. Вован задается еще вопрос. Вован. Марта, ты еще нудистка или уже завязала? Ну, как с этим можно завязать это? Это только развивать можно, хотя куда уже дальше, что еще больше можно снять на нудистском пляже, я не знаю. Нет, я все так же кайфую от этого, я присматриваю страны, которые можно посетить, которые могут похвастаться своими нудистскими пляжами. А я похвастаться, чем Бог дал нас на этих нудистских пляжах. Откуда родилось вот это? Ну, хорошо, что это нудизм, а не алкоголь или еще что-то такое. Это наша небольшая компания друзей, которые посещают нудистские пляжи. Мы так хорошо знаем друг друга, это так здорово. Но это такая настоящая дружба, без каких-то ограничений. Вы и в Киеве на нудистских пляжах ходили? В Киеве раньше ходили, там, как же называется, уже не помню, на лодках, в общем, надо было плыть, и там были нудисты. А через Днепр сидели ненудисты с биноклями и наблюдали за тем, что происходит на том берегу. А на том берегу... Да, там девчонки. Ну а сейчас, предпочитаете уезжать в другие страны? Да, да, сейчас. Когда в Форосе, в Крыму ко мне подошли с журналом Максим на нудистском пляже взять автограф, то это как-то стало настораживать и заставило задуматься, а не перебарщиваю ли я в Украине, надо как-то подальше. Так, следующий вопрос от Виктории. Здравствуйте, Марта, вы чудесная классная певица. Когда же будет у вас автограф-сессия в Киеве? Спасибо большое за комплимент. Приятно всегда такое слышать. Вот. Автограф-сессия в Киеве. Ну, я думаю, что параллельно уже с альбомом. Даст Бог, это даже в этом году будет. А что вам автограф-сессия? Пофоткаемся хорошенько. Печенюшек погрызем. А вы устраиваете фан-встречи спокойненько? Ну, в основном сейчас вот в таком виде общение происходит. Вновь интересуется Елена Муханова. Марта, ты брюнетка. Какой совет можешь дать девушкам с таким цветом волос, чтобы они могли подчеркнуть свою привлекательность или наоборот скрыть недостатки? Если у брюнетки не очень стройные ноги, то я даю совет носить длинные юбки или брюки. Я шучу. Хотя, впрочем, я считаю, что брюнетки это очень яркие девчонки. К ним относятся немножко как бы к коварным, поэтому можно на этом играть и быть загадочными. Можно быть агрессивными, потому что стервы тоже любят мужчины. Ну, а как агрессивными? Я не имею ввиду там злобными и туповатыми, а такими зажигательными зажигалками. Потому что блондинки, они же белые, пушистые. Одних ждут, что они будут ласковые, нежные, домашние, борщ варить красивые. От брюнеток ждут, что там карты раскинет. Ну, вот что-то такое. И поэтому я считаю, что брюнетка должна быть такой загадочной и задорной. Касательно одежды, ну, здесь очень много вариантов. Да, потому что все зависит от вашей фигуры, от цвета ваших глаз, вот, и от роста и так далее. Поэтому я про характер больше могу сказать. А у вас натуральный цвет, вы тоже брюнет? Я темненькая. Ленточка. Марта, в каких социальных сетях вы зарегистрированы? Фейсбук. Вконтакте, ну там я не тусуюсь. В Одноклассниках там много меня, но в Одноклассниках меня нет. Ищите на Фейсбуке. А в Одноклассниках нас нету. Мы расспросаны по свету. Вопрос от Елены. Привет, есть у тебя новые песни. Мне твои песни очень нравятся. Желаю тебе удачи. Ты умничка. Так держишь, это лучшее. Спасибо большое. В последнее время какие новые песни? Честно, вот даже под какие-то проекты записывали даже украиноязычные песни. Вот. Ну это такие эксперименты, экспериментушки. Я цитирую сериалами своими. Вот. И песни есть, песни написаны. Я уже отвечала, что песни будут такие же мелодичные, такие же доступные. При том, что говорят о простой рифме. Ну а чего вы хотите, друзья? Я хочу, чтобы вы меня понимали, а не выглядеть там за умной ботанкой. Вот. И я думаю, что в новом альбоме вы услышите новые песни. И они вам понравятся также, как предыдущие. Сашка. Так, вопрос о соцсетях. И далее. Какое у тебя самое хорошее, яркое воспоминание из детства? Детство, друзья, лучше не трогать, потому что у меня было очень хорошее детство. Я очень тоскую, что оно закончилось. Мне так часто хочется усесться маме на ручь. И что, чтобы меня просто вот-вот оградили от всех-всех-всех вообще хлопот, проблем, неприятностей, сложностей житейских. Вот. Чтобы кто-то просто забрал все на себя, да? Вот. А сейчас приходится думать, как оградить родителей от чернухи, которая там окружает всех нас каждый день. И как сделать так, чтобы они чувствовали себя спокойными за своих детей. Вот. Но детство у меня было действительно замечательным. И я могу там по всем праздникам вспоминать. Особенно Новый год был классным. Потому что мы собирались всей семьей. Новый год, Рождество. И все были живы, все были здоровы. Все верили в хорошее светлое будущее. Мы смотрели «Голубой огонек» новогодний там на одном из трех каналов тогда показывающих. И мы вообще, мы были счастливы. Мы не задумывались. И я была ребенком, я была счастлива. Мандарины под елкой – это одни из самых лучших воспоминаний из моего детства. Или поход на реку летом. Или на санках зимой опять-таки с горки. Пускай там снега было немного по камням, но тем не менее, с каким грохотом мы спускались. У меня очень много воспоминаний. Я могу очень долго рассказывать и не стоит. И плакать, и плакать. У меня хорошее детство было. Вот у меня родился по ходу вопрос. А как родители отнеслись к фотосессиям? Максим из одного хотя бы. Ну, скажи… Да, конечно, они видели. Они видели это. У папы на работе все коллеги видели. Вот. И, ну, я думаю, что какое-то там, ну, знаете, первое время ты смущаешься, а потом ты как-то уже привыкаешь к этому. Я думаю, что у них абсолютно такое же было. Вы спросите, как я удивилась, когда увидела первый раз фотографию, которая выйдет на обложке журнала, например, «Максим». Я… У меня выпрыгивало сердце. Я переживала вообще, как это будет, что-то… Меня же как бы расслабили пятью граммами алкоголя, чего было достаточно для того, чтобы я готова была сняться на диском пляже. Вот. И… Ну, на самом деле все красиво получилось. Блин, откровенно, конечно. Но… Но все равно не галышом. Только сзади. Это не считается. Родители… Родители… Мама говорит, пока ты красиво делай, что хочешь. Я говорю, мама, а как плывай? Не, ну, плывай не надо. Там же ж совсем. Видишь, видишь, Санна. Я на все, типа, готова. Ты как, как, типа, ты вот скажешь, так все и будет. Это потом, когда я в лоб задаю вопрос. Не, ну, это ж совсем уже… То есть… Ну, они стойкие у меня. Молодцы. Молодцы. Вопрос от ленточки. Коллекционируете ли вы что-то? Я коллекционирую ремни. Вот. У меня их огромное количество. А уж заклепок, которые на этих ремнях, я и не берусь сосчитать. У меня действительно очень много ремней. Можно сказать, что я их коллекционирую. Но это было случайно. Потому что поначалу я выступала, и все костюмы были концертные с этими ремнями, прикольно. А потом как-то стало уже в манию превращаться. Но сейчас Макойна просто есть коллекция. Ну, так, марки там такой, календарики, чашки из поездок не собирает? Нет, чашки не собираю, потому что они могут лететь в голову там кому-то провинившемуся рядом. Вот. Ну, и вообще. И сковородки я не собираю, и чашки не собираю. Я могла бы уже сколько сервизов собрать с поездок. Вот это все. Марки не коллекционирую, календарики. Какую вы кухню предпочитаете, любите ли украинскую? Да, я люблю украинскую кухню. Я люблю мамину украинскую кухню. Она мне очень вкусно готовит. Я все надеюсь, что этот ген во мне проснется рано или поздно. И я тоже смогу это делать с таким же успехом, как и мама. Вот. В принципе, нравится пробовать, нравится пробовать разное. Я когда была в Китае, мне очень понравилась их кухня. В каждом национальном блюде, у каждой национальности есть какие-то свои прелести. И съесть эти прелести на как бы голодный желудок, и весьма приятно. Вот. Поэтому... Ну, наверное, я привыкшая все-таки. Я выросла на украинской кухне, поэтому украинская кухня на первом месте. А вы любите готовить? Нет. Тут однозначно я даже как бы не буду распыляться. Я не люблю готовить, а пожрать люблю. Изредка... Кстати, я позавчера сварила очень вкусный компот. Это первый раз в моей жизни. Он был как надо вообще. То есть я бы такой в ресторане отвалила бы не знаю сколько за такой вкусный компот. Реально вкусный получился. Любите ли вы шоппинг? Что чаще всего покупаете? Чаще даже получается косметика, лаки для ногтей. Ну, то есть это самое такое регулярное. На втором месте это одежда. Но, наверное, продукты это шоппинг не считается. Нет. Это однозначно лидирующая позиция. Ну, по-моему, не скажут, что продукты это лидирующая позиция. Нервишки. Сейчас перед евроением нервишки съедаю. Это вообще... Ну, правда, потом это думают, что силикон, поэтому все хорошо. Все, что поправляется, думают, называют силиконом. Я не очень люблю ходить по магазинам, я очень устаю. И знаете, как там... Я еще в детстве заметила, когда ты идешь на рынок, люди жрут твою энергию. Вот. И ты такой уставший, такой убитый приходишь. Точно такая же история в магазинах. Поэтому я иду по необходимости, по надобности, если что-то купить. Вот. А в целом я... Вряд ли меня можно назвать шмоточницей. Так. Ну, давайте... Последний вопрос выберем. Время подходит к концу. Какую музыку слушает Марта? Марта слушает разную музыку. Марта любит мелодичные песни. Сейчас непосредственно у меня такая старая модная группа ABBA играет. У меня Brain Adams в машине. Такой романтик, да? У меня Sting, Madonna. Тоже старая песня. Вот. И... Аланис Морисов мне очень нравится. Она есть, но... Я ее только когда одна слушаю в машине. Из российских мне нравится Макс Фадеев. Мне нравится Юля Савичева. Из украинских артистов... В последнее время я слушала и Океанезы, и Ламы. Немножко. Вот. Давайте выберем победителя. Может еще? Хорошо. Давайте выберем победителя. Ну, вот самый... Владислав самый первый. У него много было вопросов. Да. Было много вопросов. Сейчас, сейчас, сейчас. Владислав, да. Владислав. Владислав. Владиславу диск остается, да? Да. Владиславу диск. Вот такой вот диск. Я сижу на машине Bentley. Владислав. Я вам желаю, чтобы вы слушали этот диск в своей машине Bentley. И у вас была жизнь прекрасна. И если поедем в Баку, то езжайте со мной. Мама. Завершающее слово для наших зрителей. А куда? Потому что туда, видимо. Создает впечатление, что я немножечко покосила. Дорогие мои друзья. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы со мной. Хочу сказать большое спасибо за ваши добрые, теплые слова. Вот. Не спасибо тем, кто не пишет. Добрые слова пишут гадости. Займитесь лучше собой. И жизнь обязательно наладится. Любите небо, любите солнышко, любите своих парней, своих девушек. Любите свою жизнь, слушайте хорошую музыку, наслаждайтесь каждый день жизнью для того, чтобы жить. Пока. Пока.